Принимать подарки всегда приятно, а в данном случае еще и ответственно, но эти новые автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров в городских условиях, попадают в опытные профессиональные руки. У него гораздо больше преимуществ. Во-первых, большая накопительная площадка посередине, во-вторых, добавлена еще дверь на задней площадке. Самое основное, я считаю, для удобства водителя – это коробка-автомат. Хорошая обзорность, большие стекла, просторный, удобный, очень мягкий, потому что у него независимая подвеска, поэтому я считаю, что пассажирам будет очень комфортно в нашем автобусе. Автобус низкопольный. В него без труда смогут входить как мамочки с колясками и маленькие дети, так и люди с ограниченными возможностями здоровья, представители старшего поколения. Средняя площадка оборудована пандусом и специальным устройством для фиксации колясок. Вот она, коляска сюда заезжает, опускается, и она не куда ни в движении, не укатится коляска, ничего. Так как автобус будет ходить строго по расписанию, то его не придется долго ждать. Достаточно вовремя прийти на остановку. Пять новых автобусов планируется вывести на маршрут номер 41 Кутузовское кольцо, улица Южная. Данные автобусы марки «ЛиАЗ» отечественного производства, то есть выпущены на автозаводе в Ликино-Дулёво. Двигатели у них «МАЗ» тоже отечественного производства, что как бы сейчас крайне важно, на мой взгляд. Автобусы полностью соответствуют всем требованиям безопасности и комфортности перевозки пассажиров. Они оснащены кондиционером, системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Управлять современной техникой могут только опытные водители. Они на предприятии есть. Под силу здешним специалистам и любой ремонт, всего же помимо новых, парк предприятия насчитывает 28 автобусов и 39 троллейбусов. С собственными силами мы проводим полный цикл технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Выполняем собственными слесарями на своей базе производственной, которая позволяет все это делать. Все предусмотренные заводом-изготовителем, регламентные работы, плановые, внеплановые и так далее. Пока новички осваиваются, коллектив предприятия, а это более 350 человек, выполняет свои ежедневные профессиональные обязанности. Каждый на своем месте. Диспетчерская служба, вооруженная системой ГЛОНАСС, несет вахту по регулированию и оптимизации движения в реальном времени. Принимает звонки от жителей, поддерживает связь с водителями, выдает им путевые листы. Без медицинского осмотра ни один водитель на маршрут не выйдет. Здесь с этим строго. Ведь от состояния здоровья водителя, от соблюдения им режима труда и отдыха, зависит жизнь и безопасность пассажиров. Все, в порядке, счастливого пути.